здравствуйте это канал максимадзе и это reded redemption 2 эпилог короче давненько мы не играли в нее с вами уже короче мы покинули раньше раньше прокуронов или как там все дело в том что на пришло и джону марсона пришлось снова взять в руки оружие и навалять тем кто пытался навредить раньше прокуронов обидел это не очень сильно не понравилось и джекуян и они оба короче свалили от него я считаю что не знаю чё это не так но блин неужели выбор был у меня не идти в атаку я чё должен был смотреть как погибают жители нашего раньше что ли нет я так не думаю стой стой куда что понесся блин короче и в таком случае джон решает сделать то что очень хотели было и беги а именно построить ранчо и делается там хозяйство отношении семьей нормально ну вы поняли отличная раньше и для этого мы должны взять деньги в кредит мы поедем сейчас в город blackwater и там ну давай же нормально ансель атертон там находится банк где мы можем взять деньги в кредит также нам также саде адлер прислала нам письмо о том что предлагает встретиться но я думаю сначала мы выполним дела поважнее это возьмем деньги в кредиты хотя бы где то обустроимся хотя бы место для ночлега сильное и эти эти путешественник мы тоже не имеем а че им надо-то счет 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 у меня здоровья маловато зарядка закончилась закончилась зарядка блин я не вижу ничего айх меня убили короче какие то дебилами на лошадях меня увидели и решили грохнуть собственно говоря и они это и сделали я немножко разучился наверно стрелять давно не играл и собственно говоря блин наверное это те самые бандиты которые пытались уничтожить раньше наши то которое прокурату так но мы пришли мы в блок оторе и мы в этом самом банке прошу прощения сэр и могу вам помочь могу помочь может быть мне нужно суда сэр кредитная линия чтобы я мог недвижимость купить какую недвижимость старая раньше в бичерском уголок ты кажется старая развалюха я знаю там не райский уголок но я пока не слишком хорош в первых но я им стану потом ну что ж должен сказать что у вас необычный способ просить суду мистер марстон но местные меня милтоном зовут это такая шутка шутка да что же ты за местный то мистер гэддис я на него работа он сказал что вы не поможете если будет возможность ооо значит старина им дэвид гэддис сказал он что я вам помогу я вам выдаду чуть-чуть денег для покупки земли причем этот парень сам признает что фермера никудыш когда вы так говорите звучит не очень как то ну а что я другое могу сказать извините что потратила шутка а не 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 подождите присаживайтесь я уверен что мы сможем наладить разговор мы конечно будем ожидать вас выплаты учитывая что кредит может испортить отношения мой кузен за вас влечается так что с банка проблемы серьезно да спасибо большое да естественно будем ожидать возврата денег регулярно иначе фирма не перейдет перейдет банку не зависимости от того сколько вы уже заплатили да понимаю а теперь вы можете пойти взглянуть на землю тем временем я подготовлю договор и поговорю с геддосом ах да я слышал там заявились какие-то дебилы в последнее время у них там как проблемы возникают их надо будет прогонять оттуда возвращайтесь когда закончите и мы подпишем бумаги да конечно денег надо будет взять кредит много вот где мы день денежки раздобудим потом чтобы кредит так сказать вернуть это пока что другой вопрос короче как он как он сказал что какие-то дебилы есть которые ой куда ж сжмешь ты спрячь оружие зачем ты достал его какие-то дебилы которые пытаются там навредить тоже да этих спрограммахорнов не хватает хотя может быть он про них сказал я не совсем понял ну давайте взглянем что же это за раньше такое как он как он сказал развалюха да ну сейчас посмотрим насколько это развалюха хотя может быть что угодно хоть что-то возьмем пока хоть что-то возьмем пока что такое что там такое тормози тормози под тормозить тихо давайте поможем человеку я могу помочь вам о сэр вы не поможете у меня лошадь сбежала блин так дать пешим не получится я попробую догнать сейчас подождите но без другой лошади без своей лошади ее не догонишь о долго бежать не придется тихо 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 не убегай пожалуйста не беги не беги никто не причините вреда да подожди ты тихо 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 не я не буду тебя обижать катя мне кажется не так то просто бля тихо ты пожал тихо 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 Не бегай. Что у тебя такое-то там? Да. Не получается. Не получается. Да сколько можно уже? Я задолбался уже, если честно. Она убегает все время. Ой, к задам не подходить бы к ней лучше. А то не долбанет еще как копытами меня. Да, блин, не успокаивается она. Да, блин, это бесполезно вообще. Не успокаивается она. Мне кажется, ее не успокоишь ничем. Надо что-то другое делать. Тихо, тихо. Присесть надо было всего лишь, что ли, на нее. Тихо. О! Вы добрый человек. Вы так добрый. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Примите мою благодарность. Я этого не забуду. Да, конечно. Слишком далеко? Вы серьезно, что ли? Нифига себе, как далеко. О, наконец-то. Давай, иди сюда. Поехали уже на ранчо смотреть. Насколько оно офигенное. Или насколько не офигенное. Ну, блин, вот откуда я мог знать, что надо было на нее садиться? Кто там сзади был? Прыгай. Да, точно развалюха, блин. И там кто-то есть даже. Тебе помочь, приятель? Пожалуй, кто у вас главный здесь? Да, тут нет главных. Это свободная сторона. В этом я не совсем уверен уже. Слушайте, я покупаю эту землю. Боюсь, вам придется уйти отсюда. Парк. Это кто такой вообще? Не знаю. Какой-то городской хлыщ говорит, что купил эту землю. Или скоро купит. Купил? Так он сказал. Ну, тогда как вышло, что мы тут живем? Даже не знаю. Вот что. Возьмите... О, да-да. Попробуйте обосноваться еще где-нибудь. Ты серьезно? Да, берите. Ого, ты джентльмен. Ладно, давайте это отправим. Спасибо. Бомжи, наверное, обычные были. Да, но таким гнездышком Абигейл и Джека не обрадуешь. А, это вы? Человек без прошлого с двумя именами. Заходите. Ну и что, как там прошло все? Ну, скажем так, о скватерах можно забыть. Вот и славно, я подготовил бумажки. Итак, вы уверены, что хотите раньше это купить? Оно же в полном запустении, и цена завышенная, кстати. Знаете, для моей жены покупка важна будет. Она поймет. Хорошо. Поставьте подписи здесь и здесь. Ну вот, теперь вы владелец этого раньше. Ваша собственность принадлежит вам. Но вы можете купить свободу, выплачивая взнос каждую неделю. И однажды станете владельцем дома. Да, понимаю. Поздравляю. Теперь вы настоящий американец. По уши в долгах и принадлежите банку. Да ладно, я шучу. Банк владеет лишь мной и вашей собственностью. Кстати, можете пользоваться этой кредитной линией для обустройства дома. Если, конечно, это понадобится. Да? Да, конечно. Но будьте и благоразумны. Теперь вы владелец дома, и это очень классно. Сообщите жене, что у него появился новый повод. Ладно, я пошутил. Ой, что с текстурами-то? О, Джон, это ты? Ну, я никогда... Я думал, что ты мертв, парень. Дядюшка? Да, это я, самый я. Ну, иди-ка сюда. Я видел, как ты входишь в банк, и... Не для того, чтобы его ограбить. Нет, я честно ствержден. Да, ты чушь. Я пытаюсь. О, сколько лет прошло, а ты не изменился. Ну, разве что немножко. Но я думал, ты мертв. Да нет, пока что. Слушай, у меня тут дела не есть. А, протеки, я пойду с тобой. Да брось, это не нужно. Я очень болен, Джон. Люммаго. Это медленная и мучительная смерть, брат. Похоже на тон. У тебя есть хоть капли жалости-то, а? А, ладно, пошли. Вот и отлично, бля. У тебя даже лошадка своя тут есть. Так. Блин. Ну и куда ж мы идем? На запад. На запад. Коротко и по делу. Я и так вижу, что на запад. Ай, блин. Знаешь, эта манера говорить односложными репликами тебя интереснее не делает. Да, мне все равно, если честно. Но куда именно на запад-то? Все-таки. На ранчо, который я только что покупал. Так вот, зачем ты в банк-то пошел? Чтобы страдить все бабки? На ранчо в какой-то глухомане. О-о-о. Ну ты даешь. Ну, тебя это не совсем-то уж и касается. Я пошел в банк, чтобы ссуду взять. А, еще хуже. Можно от законников убежать. Но от банка-то ты не убежишь. Эбигейл, кстати, с тобой? Нет, она с Джеком приедет, когда ей все в порядок приведут. А, она ушла от тебя, да? Никогда не считал ее умной. Ну, думаю, что на ее счет я ошибся. И хватит об этом. Я только что раньше это купил. Я должен... Ты должен радоваться, что я его тебе показываю, а не ворчать. Ну что ж, вот и оно, собственно говоря. Ты только посмотри на него. Ну и что думаешь? Это и есть твое ранчо? Эбигейл? Да, Эбигейл. Хе. Она что, дура, что ли? О чем же ты думал? Не знаю. Она сказала, что ей этого хочется. Она хоть видела эту дыру? Что мы тут выращивать, кстати говоря, будем? Камушки? Без советов мудрого друга ты фермером не станешь. Да, хорош тебе, убирайся отсюда. Не, от меня ты не отделаешься. Мы теперь связаны с тобой. Джон фермер, выращивающий камушки. Ты что, думаешь я идиот? Да нет, нет. Я знаю, что ты идиот. И завалился, блин, еще. Эпилог, часть 2. Бичерс Хоуп. Первая часть быстро прошла, значит и вторая тоже быстро пройдет. Ну. Хоть что-то. Заборчик. Давайте подойдем чуть-чуть, посмотрим. Я же внутрь-то не заходил. Посмотрим хоть как тут что-то выглядит. И на этом серию закончим. Наверное. Вот что, дай пройти, дай хоть посмотреть, что тут. Да. Доски гнущиеся под ногами. Какая-то дряхлая печка. Столик. И мусор на полу. Ну и кровати, на которых, наверное, ползают тараканы. Ну и костер вполне достаточно, чтобы обжиться. Правда, вот не хватает двери. Да и не хотелось бы еще бы вот эти дырочки заделать. А то вдруг наступит зима. И как мы тогда выживать будем? Конечно же, мы в этом уголке жить не будем. Мы построим тут настоящее чудо. Но это немножко позже. Ну а на этом мы с вами закончим. С вас лайкос и подписываться. С меня эпичные видосы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и на стримовский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры. И всем пока.